Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будет сюжетное видео, поводом для записи которого стали ваши комментарии. Сегодня мы с вами поговорим о том, как имея права категории B, можно зарабатывать деньги. О чем я хочу с вами поговорить? Смотрите, прочитывая ваши комментарии, многие пишут, да что вы показываете такие дорогие машины. Да даже машины за миллион рублей это дорого, потому что вы не думаете о регионах. Это Москва, Московская область, либо крупные города еще кое-как могут зарабатывать, особенно если у вас там есть жилье. Но есть регионы, где зарплата 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Вот именно об этом я сегодня хочу поговорить. Но сперва я хочу обратиться ко всем зрителям канала. Друзья, поймите правильно, у блондина очень много идей. Я снимаю на разные темы, обзоры новых машин, бэушных машин, разные сюжеты, путешествия, не путешествия, чего угодно. Все, что приходит в голову, все, что связано с машинами, я стараюсь воплощать. Если вдруг по какой-то причине одна из тем вам не нравится, не нужно нервничать. Можно просто подружески поставить лайк и дождаться той темы, которая вам интересна. Немного вводных данных. Мы сейчас с вами находимся в городе Каширы. Это город в 100 километрах от Москвы. Здесь средняя зарплата начинается примерно от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Это у среднячок. Понятное дело, что есть заводы, есть организации, где люди получают больше. Доходят и до 100 тысяч рублей. Но в любом случае вилку я вам обозначил. Сам город можно считать провинциальным. Вот таких городов по всей нашей стране огромное множество. Уверен, кто-то из вас живет в подобном. Мы находимся в 100 километрах от Москвы и это имеет ключевое значение. Так как все те, кто хотят зарабатывать, как правило, стараются ехать в крупный город, потому что там выше зарплаты. Но при этом, когда начинают снимать квартиру, понимают, что оплачивая жилье там, при этом оплачивая еще коммунальные услуги, жилья здесь, получается так, что особо-то ты ничего не зарабатываешь. Сегодня по нашей стране идет и оптимизация людей сокращает, да и вообще кризис вовсю гуляет. Вот на самом деле на личном опыте занимаемся бизнесом, тоже это ощущаем, потому что, ну вот, добралось. Тяжеловато становится, все начинают жаловаться. При этом многие задаются вопросом, а где заработать денег? Не каждый что-то умеет. Все же в школе как учились? А, вырасту всего, добьюсь. А когда выходишь из школы, заканчиваешь институт, сталкиваешься с реальностью, что куда ни пойди, везде нужен опыт работы. Но, как минимум, каждый мужик имеет права и умеет водить автомобилем. И вот именно для вас, друзья, я хочу сделать этот сюжет. Надеюсь, кому-то из вас он будет полезен. Тема не новая, тем не менее, давайте ее обсудим вместе с вами в комментариях. Друзья, долгожданная весна набирает обороты. А это значит, начинается сезон покупки автомобилей и страхования. Ребята из ОСАГО ГУРУ помогают сделать страховку ОСАГО для авто, не выходя из дома. Заказать страховку просто. Нужно лишь зайти на сайт osago.guru, ссылочку оставляю в описании. Там выбрать свой регион, марку и модель авто, заполнить форму онлайн-заказа. В самое короткое время менеджер выйдет на связь с готовым расчетом страховки. Если все устраивает, оплачивайте и получайте полис онлайн. Если что-то непонятно, как заполнить, консультант всегда онлайн. Вы можете прикинуть стоимость прямо на сайте. Делают все необходимые сопутствующие документы, так что вам не придется даже выходить из дома или офиса. Никуда не нужно ездить, все происходит онлайн. Согласитесь, звучит неплохо. Сам делал ОСАГО через ребят на свою Camry 3.5, поэтому смело могу их рекомендовать. Ссылочка на них ждет вас в описании. Знакомьтесь, вот это Hyundai Porter 2 наш рабочий автомобиль. Владеем мы этим автомобилем уже достаточно давно. Покупали мы его новым, если не соврать, году в 2010. До этого у нас был Hyundai Porter 1 поколение, на котором мы тоже успешно откатались. Отличительная особенность этого автомобиля, что здесь стоит 2.5 дизельный мотор. Он единичный, то есть других вариантов нету с турбиной. Он выдает 133 лошадиные силы и неплохой крутящий момент. То есть для города вот этот автомобиль можно считать очень хорошим коммерческим транспортом. Он небольшой, при этом имея категорию B, вы можете на нем приехать хоть в центр города. То есть никаких проблем с передвижением по крупным мегаполисам нет. Он юркий, комфортный и у него есть кузов. Также есть автомобили, если вы зайдете куда-то на вторичку смотреть их, с разными вариациями. И с краном, и с тентами, и с рефрижераторами. В общем, вариантов выбрать масса. Для всех тех, кто не чурается работы, кто хочет зарабатывать деньги, либо же где-то работает за 20 тысяч рублей, целыми днями не вылазит из какого-то офиса. Друзья, вот смотрите вариант. На вторичке первую версию 400-500 тысяч, это в плюс-минус хорошем состоянии. Вторая версия вот такая, от 500 до 800 тысяч рублей. Все зависит от состояния года выпуска пробега. Действительно, есть прям свеженькие версии. Покупаете этот автомобиль, как зарабатывать? Понятное дело, что грузоперевозки. Кто-то скажет, что сегодня с грузоперевозками огромная конкуренция. На самом деле, это бизнес по-русски, сервис по-русски. Никакой конкуренции толковой нет. Да, есть крупные компании, у которых все налажено. Но вот так вот, например, заехать по магазинам, вот сейчас, смотрите, у нас получается март месяц, начнется скоро дачный сезон. В подобные города, как Каширы, начнут съезжаться москвичи, строить свои домишки, дачки. Да и вообще люди, которые проживают здесь, также выезжают, начинают что-то строить. Ремонты начинаются. Потихоньку, все равно, как бы тяжело не было, мы стараемся что-то подкапливать, начинать строить для себя гнездышки. И вот сейчас как раз самое время приобрести, допустим, такой автомобиль. Купить себе 100 визиток в любой типографии. Проехаться по магазинам, купить себе форум, сказать, ребята, если вдруг что подвезти и отвезти, я всегда буду рад. Вот у нас сейчас по стране идет действительно бизнес и сервис по-русски. Когда звонишь человеку, говоришь, мне нужно что-то перевезти. И он тебе начинает, ну да, не знаю, объем какой, а когда будет, ну позвоните мне дня через два, я подумаю, сейчас пока занять не до вас. То есть нет такого, прям, что ты позвонил, да, все, сейчас приедем. Поэтому найти заработок себе вполне реально. С точки зрения внешнего вида и кузова. Вот обратите внимание, как интересно сделана кабина. Здесь мы открываем, у нас здесь есть возможность долить омывающую жидкость, есть возможность долить антифриз. Все. А сам мотор прячется под сиденьями, то есть вы по сути на нем сидите, сидите на моторе, сидите на колесах. Давайте покажу. Не обращайте внимания на беспорядок в автомобиле, все-таки для нас это рабочая лошадка. Интересно посмотреть на двигатель, как он прячется. То есть вы сидите в автомобиле, здесь есть крючочки, вы их отстегиваете. Вообще, вроде есть как бы сервисный режим, но я вам так мельком покажу, то есть поднимаем его и вот он вам, пожалуйста. Два с половиной литра дизель с турбинкой. С точки зрения надежности автомобилю можно поставить оценку 4 балла, вот особенно второй версии, при условии должного обслуживания, должного содержания. У нас были с автомобилем дорогие ремонты, только вследствие того, что разные водители работали на автомобиле. Небрежное отношение, никто не следил за пробегом, не извещал о том, что ребята нужно сделать ТО. Сами понимаете, все работают, казалось бы, есть водитель, должен следить за автомобилем, но фигу. Тем не менее, как вот посмотреть отзывы людей, все, кто покупает машину с новья, следит, особый хлопот она не доставляет. Кузов здесь длиной идет 3 метра, ширина и высота примерно 1,80 метра. То есть загрузить его, это без проблем, всякими строительными материалами, леса, еще что-то, ну масса вариантов. Приезжаете в торговый магазин, торговый центр, строительный материал, оставили визиточку. Если вам звонят, вот вы сами вдумайтесь, приехали, оказали услуги, помогли людям загрузиться, разгрузиться, вам всегда нормальный человек, который увидит, что вы оперативно все делаете, даст еще и на чай. И помимо чая вам оплатят ваши основные услуги. То есть он посмотрит, скажет, нифига себе, приехал нормальный парень, там одет по форме, чистенький, все сделал, помог он вас, всем еще потом сам будет же рекомендовать. Не надо будет никому жаловаться о том, что вот на работе все так тяжело, денег нет, никто не платит. Набивайте сами себе базу клиентов. Понятное дело, что в первый месяц это будет тяжело, но тем не менее, все те, кто стараются, все те, кто готов каждый день работать, зарабатывать, пожалуйста. При этом вы работаете сами на себя, вам не надо ни от кого зависеть. Вы захотели в понедельник себе сделать выходной, пожалуйста, сделайте себе выходной. Обслуживать машину, это ваша машина, вы за ней следите, вы сами понимаете, в каком она состоянии. Нанимать здесь водителя, чтобы он за вас ездил, там собирал заказы, развозил, еще вам денег привозил, ну не стоит на это рассчитывать. Машинка местами, естественно, подоржавела, то есть, ну это ничего страшного, потому что автомобиль, подчеркиваю, коммерчески, он приносит денег. Все те деньги, которые он приносит, все вот это запросто окупается. И все ремонты, которые, если не ошибаюсь, были проблемы со сцеплениями, да, пришлось потратиться, но на перспективу вообще тачка дает тебе возможность зарабатывать. Самое главное, должны понимать, ты вложился там в 600 тысяч рублей, ты сезон отработал, заработал денег, ты как минимум за сезон при хорошей работе, ты заработаешь эти деньги. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот считай, 7 месяцев люди что-то строят, возят. Так и зимой начнется, как мебель перевезти. Понятное дело, что при многих магазинах уже есть свои там перевозчики, но, как правило, там какой-нибудь Витя, Максим, он то заболел, то уехал, то еще что-то. То вот оперативно, по городу, по небольшим таким городам, где нет пробок, тачка просто на ура. Я вам больше скажу, у меня есть друзья, которые с помощью вот таких автомобилей неплохо зарабатывают. Неплохо, это для кашира примерно 100-130 тысяч рублей стабильно. При этом у них есть и выходной день, при этом они и сами, так же, как я вам сказал, могут назначить любой себе выходной день. Приходится поработать, приходится шустрить. Нет такого, что ты пришел, там кофеек пьешь, расслабляешься. Нет, конечно, надо побиться за работу, но при этом доход в 4-5 раз больше, нежели чем ты сидел бы просто в каком-то офисе. Говорить о комфорте, возможно, не совсем правильно, но, с другой стороны, в силу того, что ты за ней можешь там целый день проводить, это важно. Все простенько сделал, но при этом вот так вот развалиться и куда-нибудь поехать запросто. Крейсерская скорость машины 110-140 километров, ну не больше. А ведь правильно рассчитывать на какое-то там светлое будущее, если у тебя нет знаний там в IT-технологиях, нет знаний там в банковской сфере, еще где-то, ну уже не стоит. То есть, ну все варианты, когда можно было что-то купить, продать, это уже заканчивается, потому что все вытесняет интернет-магазины, то есть все уходит туда. Вы уже знаете, что даже во многих организациях роботами людей начинают замещать. Если бы у меня не было работы основной, я бы серьезно говорю, выбрал бы вариант с точки зрения зарабатывать бабки на тачке. Для тех, кто не в курсе, либо недавно к нам присоединился, докладываю. Я занимаюсь производством наружной рекламы, это наше здание, наше производство. Мы основаны в 2001 году, делаем вывески, в общем много чего. Москва, Московская область оказываем услуги. Если вдруг вам это нужно, пожалуйста, ссылочка ждет тебя в описании. Ты спокойно сел утром, загрузился, ты в тепле, телефон, термос, бутерброды, все, ты поехал работать. Подъехал, для меня помочь людям побыстрее там загрузить, разгрузить их не вопрос. Я знаю много людей, которые уже поездив на таком автомобиле, начинают переходить на машины побольше. Потому что у них уже во дворе стоит одна, вторая, третья машина. И они понимают, что это приносит деньги. То есть самое главное здесь влиться. Вот у меня есть знакомый мужик, он уже взрослый, ему под 60 лет. У него своя автовышка. Он с этой автовышки зарабатывает очень хорошие деньги в силу того, что вот ты ему звонишь, он уже через 5 минут подъехал. У него всегда есть возможность, он всегда подстраивается под тебя. У него полно клиентов, он каждый день ездит, что-то делает. То есть человек, когда ты купил ее, начал зарабатывать, он вложил там в нее, ну изначально миллион рублей, и все, не жалуется. Поэтому думайте, друзья, смотрите, анализируйте. Это важно. Казалось бы, просто категория B, ничего тебе знать не нужно. Не нужно тебе ни математику знать, то есть простейшую для того, чтобы только вот посчитать, сколько денег взять с человека, как бы научиться высчитывать расход топлива на автомобиле, и все. Не нужно нигде проходить никакие собеседования. В лучшем случае ты придешь в какую-то организацию, расскажешь, что у тебя есть такая-то машина, такого-то года, свеженькая, пожалуйста, готов работать. Специально зашел на YouTube, написал Hyundai Porter, работа, видеороликов достаточно. Сегодня вообще за любую тему на YouTube что-то можно найти. И как обычно, люди делятся на два. Один рассказывает о том, что все классно, я зарабатываю, я тружусь. Да и вообще те люди, кто рассказывают о том, что все классно, по ним как-то смотришь, они как-то от них позитив идет, энергетика идет. У него математика, он раз высчитывает, показывает. Вот, смотрите, пожалуйста, там-там заработал, туда свозил. То есть они как-то прикладывают. А есть люди, которые, ну, купил Porter, туда приехал, сюда приехал, везде меня нахрен посылают. Ну, понятное дело, что в первый-второй день не бывает такого, что ты пришел, ты сразу, о, классно, сейчас мы тебе работы подкинем. Нужно настраиваться в первую очередь на то, что вам придется постараться. То есть первый месяцочек нужно будет побегать. Но это нормальное явление, то есть так везде. Вы даже если на любую работу придете, где работать нужно будет в офисе, сами знаете, что первый месяц, как правило, тестовый, на вас смотрят, вы там стараетесь. А тут ты стараешься на себя. Понимаешь об этом? Вот сейчас мы катаемся по кашире здесь, вокруг, везде всякие деревушки, поселки, коттеджные поселки, новые застройки идут, новые участки люди получают. То есть теоретически спрос на твои услуги 100% есть. Все зависит от тебя, как ты сам будешь выстраивать свою цепочку взаимодействия с людьми. Подчеркиваю, приехал чистый, аккуратный, оперативный, тебе позвонили, ты уже выезжаешь, здесь есть такая возможность. Вот мы сейчас здесь находимся, через 7 минут я буду в любом конце города, через 15 минут я буду в любой ближайшей деревне, через 30 минут я вообще могу уехать из района. То есть в этом плане класс. А в Москве за 30 минут можно проехать, не знаю, бывает и 500 метров. Все обязательно делать привязку к тому, что это у вас в области, а вот я где-то живу, там вообще тишина, но там где вообще тишина, значит нужно оттуда съезжать, нужно как-то жизнь-то свою менять. Сколько мы все так будем жаловаться? Вот я когда жил активно в кашире, вот мне стало здесь скучно, я подумал, ну а что, надо идти в Москву, все, пожалуйста, сейчас там кое-как корни в Москве пускают. Некоторые говорят то, что мне не интересны эти большие города, трафик просто очень большой, очень большие пробки. Поэтому есть смысл наоборот таки смотреть именно в сторону области. И уверен кто-то скажет, да ладно, 100, 130 тысяч, что-то ты слишком до хрена называешь. Ну вы понимаете, бывает и такое, что конечно люди и 40, и 50 тысяч в месяц зарабатывают. Но вот так вот, чтобы меньше 20-ки, 30-ки в месяц, люди, которые действительно что-то делают, сегодня доски объявлений различные, авито, юла, чего только нету. Я вот захожу специально, смотрю, каждый день люди одни и те же заходят, обновляют объявления, чтобы быть всегда в топе. Подчеркиваю, что для сюжета просто мы взяли нашу машину. Есть ряд других автомобилей, с которыми тоже можно поработать неплохо. То есть здесь вы должны сами уже выбирать, что вам по карману. Естественно, есть транспорт более там продвинутый, коммерческий, но он будет дороже. Это вам не трансформатор, где возьмите аренду, купите франшизу, отдайте за то, отдайте за это. Ты после этого еще сидишь и думаешь, а пойдет, не пойдет, тишина, и продать-то нечего, а ты только должен там, там, тут, аренды. Никакой аренды, купил, тачка твоя, все, вон, подъехал, возле дома ее бросил, пошел домой, пожалуйста. Угону такие автомобили, в принципе-то, не поддержаны, особенно с пробегом. То есть запарковался, все, если кто-то тебе его где-то притер, вообще похрену. То есть машина рамная, да, здесь кузов, здесь везде одно сплошное железо, блин. Здесь за что-то переживать особо нечего. И вот она вам, пожалуйста, реальность. Узнаете свой райончик? Поля, парковка, дома, 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 какой-то магнит, какой-то дикси, какая-то там пятерочка. Если купить сейчас газету, зайти поискать работу, в основном там продавец, уборщик, сторож, еще что-то. И, как правило, тоже есть, конечно же, грузоперевозки, но им звонить, что телефон не отвечает, то, ой, я сегодня занят. Конечно, бывают люди, которые говорят, пожалуйста, сейчас приеду, завышают ценник. Слишком низкий ценник, приезжает, какая-то газель сломалась возле дома. Поэтому, друзья, есть смысл заниматься темой, вот кто проживает в небольших городах и хочет заработать. Я считаю, что эта тема была полезна. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, предлагайте ваши темы для видеороликов, если вы вдруг считаете, это никому не нужно, никому не интересно. Мы же продолжаем снимать, мы же идем дальше. Подписывайтесь обязательно на наш канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok